Скажите, Игорь Александрович, а вот когда говорят о том, что возникают разные версии, кто может прийти после Путина, говорят о сыне Патрушева, который, как по мне, нигде не проявляется, да, вот, это может быть абсолютно такая ФСБшная утка, вот, говорят о том, что, вероятно, будет, может быть, после смерти Путина, там, страной будет руководить какой-то совет, да, насколько вы верите в эти все, или это абсолютная конспирация? Она ничего не будет иметь общего с будущим, и будущее совершенно туманно, и там, как Бог даст, что называется, и это может быть совершенно человек, который не рассматривается, и которого нет сейчас в колоде Российской империи, я прошу прощения. Я думаю, что вы абсолютно правы, никаких, никаких вот версий сейчас переходного периода, там, какого-нибудь Патрушева, еще кого-то этого, этого ничего нет. Вероятность того, что кто-то удержит власть один, или там, какая-то хунта удержит власть после Путина, она очень невелика. Я думаю, что после Путина будет как раз вот то, о чем я говорил, это, это смута, это мафиозные войны, когда все эти ЧВК, все эти отряды терроробороны будут бороться друг с другом, биться, вот. И в конечном итоге, понимаете, ну, есть, есть бенефициары, главные бенефициары вот этого вот возможного распада после Путина, которые ждут, которые думают об этом. Это региональные элиты, региональные элиты. Скажите, пожалуйста, Советский Союз, распада которого никто не ожидал, ну, или, по крайней мере, ну, я не знаю прогнозов, вот, накануне распада Советского Союза, значит, было много, я внимательно следил, я руководил кафедрой социологии в одном ВУЗе, и был, что называется, в тренде возможных прогнозов. Мало кто предполагал, что Советский Союз распадется, и таких тенденций особо не было. Распался. Кто стал бенефициарами? Региональные элиты. Первые секретари союзных республик, которые мгновенно, с огромным удовольствием, надели на себя, значит, там, султанские шапки, значит, прикрепили к себе должности президентов независимых государств, и это, они бенефициары этого. Точно таким же образом основными бенефициарами попытаются стать главой сегодняшних субъектов Российской Федерации. По крайней мере, это для них органично. Но в этом могут вмешаться другие силы, о которых мы сегодня так долго говорили. Это, прежде всего, мафиозные кланы, которые захотят вмешаться в этот раздел распадающейся империи. Игорь Александрович, оппозиция российская, которая сейчас в экзиле, в эмиграции, она может вернуться? Не может, как вы видите? Или это люди, что называется, которые в Париже надолго? Думаю, да. Надолго. Думаю, что вероятность того, что российская эмиграция может оказать какое-то существенное влияние на события в послепутинской России, как, собственно говоря, и в путинской России, она очень невелика. Очень невелика. Значит, представление о том, что российские либералы на танках въедут в Москву, в Кремль и захватят власть, это, мне кажется, на полке ненаучной фантастики. Как и некоторые мои коллеги, значит, россияне, которые переехали в Украину и говорят о том, что вот, так сказать, с помощью украинской армии, украинского вооружения, так сказать, российская оппозиция захватит власть. Мне представляется, что это утопия, и вовлекать в это... Я не представляю. Во-первых, я совершенно не представляю себе... Понимаете, Украина, это не... в Украине не сильны имперские настроения. Да, есть некоторое количество безумцев, которые говорят о том, что нам надо... Я имею в виду украинские безумцы. Дойти до Москвы. Да, что нам надо там дойти до Москвы, что нам надо захватить исконные украинские территории, там, Кубань и так далее. Но я уверен на 99... ну, на 100% уверен, что эти настроения не станут основным трендом украинской политики. Да, они абсолютно единичные, и мне кажется, что более законопослушная армия, чем украинская, сейчас и, в общем-то, и трудно поискать. Думаю, что все остановится на границах 91-го года. Я вот слушаю внимательно, у нас есть такой офицер-артиллерист Артигрин, и я его слушала, и он говорит, нам... То есть это человек, который, вот знаете, там, на котором сажа, да, от боев, и вот он включается в эфир, он говорит, нам чужого не надо, говорит, нам бы на свои границы выйти, говорит, потому что тот, кто не воюет, может с дивана рассказывать о том, ой, давай до Москвы, ой, давай, значит, еще Воронеж, ой, давай еще что-то. Говорит, какой Воронеж? Говорит, у нас есть своя земля, нам надо туда поставить столб и, как бы, закончить эту войну. Да, вероятно, политические процессы должны продолжаться по тому, как Россию привести в чувство и как ее ослабить максимально. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok